Доброго времени суток, уважаемые любители кофе, приветствую вас на канале Кофеварка. Сегодня вашему вниманию представляется тест кофе компании Эспрессо под названием Лер Эспрессо Санту Оса 8, интенсивность 8. Кофе представлено в алюминиевой капсуле. Мы с вами провели только что тестирование недавно компании Эспрессо. Кофе, таким образом она выглядит. Компания Якобс, три сорта кофе было протестировано. Вот они выглядели абсолютно таким же образом. Значит, что у нас на коробочке? Представлено также, как традиционно для компании Лер в России, информация о производителе и рекламная информация, и информация о объеме. Значит, данный сорт кофе предназначен для объема Эспрессо. Здесь нам предлагается почувствовать цветочный ореховый волнующий Санту Оса. Это изысканный Эспрессо с нотами обжаренного миндаля, волнующими цветочным ароматом, дополненным янтарным сиянием нежной бархатистой пенки. Ну и далее, что это кофе компании Якобс. Значит, ну вот смотрите, кофе, объем прошел полностью, цвет у него такой однородный, пенка хорошая. Почувствуем орешки. Ну, знаете, если бы не прочитал, не почувствовал. Вкус приятный, очень приятный вкус и аромат очень приятный. Ну, еще раз, кто мой канал смотрит, знает, что я любитель кофе Лер, поэтому ничего тут удивительного для вас не будет. Сделаем из него капучино. Да, орешки вот сейчас меня догнали, вкус орешков, и я почувствовал. Ну, что сказать, это хорошо. Кислинка отсутствует, вполне приятный аромат. Ну, вот прямо вот, что это там миндаль, я не скажу, прям не знаю. Капсула пробилась так же, как всегда, для компании Лер. Замечательно, со всех сторон. Да, капсулы годятся для перезаправки, я уже говорил об этом. Здесь тоже отмечу, что я просто перешел, ушел от алюминиевых капсул. Не использую их в заправке. Вот, использую пластиковые. Потому что их у меня много, и заправлять их удобнее. Итак, объем жидкости, вот, прошел. Ну, в сравнении с капсулами эспрессо больше, конечно, с капсулами неспрессо оригинальными больше. Но в сравнении с производством компании Якобс, такой же, как всегда. То есть, минимальный объем. Итак, уважаемые любители кофе, мы с вами протестировали очередной сорт кофе Лер для компании Эспрессо. Капсулы для компании Эспрессо. В данном случае нас не разочаровал производитель. Вот, да, кофе куплено в сети компании Лер по цене 180 рублей. То есть, там у них была скидка огромная, вот, и я взял. То есть, как бы, это достаточно вообще демократичная цена, меньше 200 рублей. Это просто, ну, подарок. Вот, ну, в оригинале они стоят в районе 300, 270, вот так где 280, в разных сети Эльдорадо и видео продаются. Но, если ловить акции, то вполне можно и там купить ее со скидкой. Ну, за счет различных рекламных этих компаний и акций различных. Вот, поэтому могу порекомендовать его для каждодневного использования. Да, объем Лунга, в данном случае, у этого кофе вполне себе хорош. То есть, просто я его сделал в Эспрессо. Обычно я кофе Лер делаю в объеме Лунга. Здесь я его сделал в Эспрессо. Ну, честно говоря, забыл просто сделать в объеме Лунга. Но, хочу отметить, что в объеме Эспрессо, в отличие почему-то от компании, от капсул компании Якобс, вот эти сорта, они лучше сохраняют свои вкусовые характеристики. То есть, если сравнивать его с Якобс, сейчас вот я постараюсь, вот у меня упаковка. Якобс, смотрите, восьмерка Лунга, да, вот, она тоже же восьмерка. Ну, вот это вот, ну, гораздо, как бы, приятнее, что ли. Ну, тут миндаль, опять же, вот эти все нюансы, видимо, красят эту картину по-другому. Итак, вот такой получился обзор. На этом разрешите откланяться. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok